Многие люди волнуются и пишут о том, что если отойдут украинские войска, то некоторые населенные пункты окажутся в серой зоне. И, конечно, президент обещал им личную безопасность, но насколько серьезно мы можем говорить о безопасности этих людей на территориях, с которых мы отойдем по той или иной причине? Вы понимаете, это вопрос о том, с кем мы садимся играть в покер. То есть, если с одной стороны садится игрок, который думает, что он игрок, а с другой стороны садится шулер, который все знают, что он шулер, но делают вид, что он играет по правилу, вы можете представить, кто выиграет от этого. То есть, какие были соблюдены договоренности российской стороной по отношению даже развода войск? То есть, мы-то отошли даже в Луганской, в станице Луганской. Ну и что, там появились тут же якобы представители этого совместного центра координационного с повязками, которого уже практически нет, потому что российская сторона давно оттуда вышла. Ну, вот и все. Вот соблюдение этих договоренностей. Будут придуманы еще куча отговорок. Но эта серая зона останется серой зоной, серой зоной, где превалируют все-таки, скажем так, российские, присутствуем российской стороны. Тогда давайте пойдем немножко дальше, потому что... Люди, на самом деле, основательно боятся и за своей жизни, и за свое имущество, и за все остальное. Ну, в любой момент, я так понимаю, мы же можем вернуться на прежние позиции. Если они не будут захвачены противником. Ну, как-то так, наверное. Дело в том, что если мы уже пошли, скажем, договорились, я же говорю, что две стороны играют. Один шулер, другая честный. Ну, шулер всегда, шулер всегда есть основания, и всегда он найдет, скажем так, предпосылки или какие-то причины для того, чтобы обвинить другую сторону. И Путин, я еще давно уже говорю, что Путин не надо провоцировать, он сам себя спровоцирует. Он всегда найдет повод для того, чтобы выйти из каких-то правил. То есть создание вот этого хаоса, который он сам создает и знает, что он создает, он знает правила этого хаоса. А мы думаем, что мы играем по старым правилам. В этих случаях всегда играет, почему там в России сейчас очень такая популярная теория управления хаосом. Это вот оно и есть. То есть мы всегда будем проигравшись стороной. Мы здесь никогда не будем владеть инициативой. Но если говорить с военной точки зрения, то кто не владеет инициативой, всегда в пророжь. Спасибо.